друзья сегодня сделаем один очень простой инструмент который точно пригодится в небольшой домашней мастерской поскольку инструмент простой изготавливать мы его будем практически без использования станков приятного вам просмотра первым делом поработаем с металлом из фольги восьмерки отрежем пару полосок шириной 20 миллиметров с небольшим припуском на обработку резать будем при помощи уши м с миллиметровым диском чем тоньше диск тем быстрее происходит рез пара заготовок есть и дальше нужно избавиться от ржавчины так работать будет намного приятнее я просто в восторге от того как работают фибровые круги в этом фрагменте видео не смонтирована и не ускорено также при помощи них подровняем края после реза далее покромсаем эти заготовки и вырежем нужные нам по длиннее элементы получившиеся заготовки сварим под прямым углом а такое расположение избавит нас от необходимости снимать фаски для сварочного шва наружный угол будет впоследствии закруглен а пока придадим немного эстетики при помощи уши м также поступим и с другой стороны в итоге должна будет получиться п-образная форма детали финишную обработку выполним на гриндере эта процедура также легко делается при помощи болгарки с жесткой опорной тарелкой но последний у меня нет только фибровый круг с крупным зерном а поработаем с шайбой и придадим новую форму при помощи сварочного аппарата и обработки в шуруповерте наварим бабушку такое решение задачи показалось мне самым простым а вот что в итоге получилось для дальнейшей обработки сделаем сквозное отверстие диаметром 5 миллиметров и потай под шляпку винта для изготовления потая воспользуемся сверлом фирмы devol которая как раз имеет нужную заточку такую же заточку можно сделать и самому подробный видео урок найдете на канале виктора леонтьева отлично теперь можно придать нужную форму зажимаем в патроне шуруповерта и на обработку кстати у меня родилась интересная идея что если сделать на канале рубрику с отдельным плейлистом в котором будут самоделки без использования заводских станков или специального оборудования можем начать скажем с изготовления простых инструментов и делать мастерскую с ноля если вам нравится такая идея поддержите это видео лайком и комментарием в итоге вот такая форма у нас получилось наверное многие из вас уже поняли что я делаю дальше нам понадобится винт под шестигранник с резьбой m12 к нему будем колхозить вороток для этого так же на растим его при помощи сварочного аппарата ну и в целом поступим с ним так же как и с предыдущей деталью мне кажется гриндер это один из первых инструментов который должен появиться в мастерской и если вы поддержите мою идею которую я озвучил ранее покажу вам свой вариант как собрать подобный станок без токарных работ винт приобрел новый вид резьбу на нем нужно дорезать так как это коротковато но вот теперь совсем другое дело с торца так же нарежем резьбу м5 для установки шайбы которые сделали ранее винт крепления в дальнейшем будет посажен на фиксатор резьбы во избежание затягивания шайбы вороток сделаем из этого прутка его вытащил с нерабочего лазерного принтера отрежем его в размер из двух концов приварим гайки м6 ну и конечно же обработаем и теперь можно под собрать все в кучу как говорится легким движением рук получаем вот такую красоту безусловно такую струбцину можно купить но если все подряд покупать тогда зачем вообще нужна мастерская ну и к тому же в эту вещь вложена душа а мы переходим ко второй детали нашей конструкции ее сделаем из кусочка ясеня который остался у меня от изготовления корпуса каменных часов ссылочку на это видео найдете вот здесь для начала заготовку выровняем для этого воспользуемся японской пилой китайского производства на удивление китайская пила с этой задачей справилась с одной стороны сделаем ласточкин хвост для этого выполним разметку и выпилим с припуском на обработку все той же пилой теперь все просто на двухсторонний скотч клеим фанеру которая будет служить шаблоном и при помощи фрезера с обгонной фрезой выровняем края также сделаем выборку по ширине струбцины с другой стороны может быть она делается как то по другому я не плотник я еще учусь если знаете напишите в комментариях примерка показала что все хорошо для крепления осталось только сделать сквозное отверстие перьевыми сверлами я еще не обзавелся и эту операцию выполню фрезами пока заготовка закреплена сделаем полукруглый паз в него можно будет складывать всякую мелочевку и последний штрих клеим шаблон для круглого отверстия все той же обгонной фрезой сделаем нужный нам размер вот такая деталь у нас получилось осталось только придать внешний вид обработаем шлифмашинкой и вскроем тонирующим воском струбцину же просто покрасим не забывая при этом загрунтовать после всех манипуляций вот такая красота у нас получилась по-научному это приспособление называется финагель им пользуются ювелиры ножеделы и просто самодельщики в основном он закреплен к столу на постоянной основе но мне он нужен не каждый день поэтому я сделал его съемным по своей сути это упорная площадка на которой удобно располагать деталь при выпиливании лобзиком вот так у меня в мастерской появился еще один инструмент ну а если вам понравилось это видео не забываем поставить оценку и поддержать канал в комментариях также подписывайтесь на новые видео впереди много всего интересного с вами был как всегда я михаил пока 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 пока